Когда подводный аппарат Виктора Вескова мягко коснулся дна Марианской впадины, команда затаила дыхание. Невероятная глубина в 10900 метров – это новый мировой рекорд, поскольку так глубокого еще никто не спускался. Для сравнения, даже если перевернуть гору Эверест, ее вершину и дно колоссальной океанической расщелины все еще будет отделять полтора километра. И угадайте, что было первым объектом, который встретился на пути отважного первооткрывателя. Правильно, это был мусор. По факту, это какие-то пластиковые отходы, вероятно, пакет или обертка от чего-то. Даже здесь, на огромной глубине, где человеку приходится прятаться в саркофаг из титанового сплава, видны следы бесконтрольного использования пластика мировой промышленностью. К счастью, одним лишь мусором пейзаж не ограничился. То, что нашли в Марианской впадине ученые, поразило их воображение. Вескова, по его собственным заверениям, был заворожен необычной картиной, что простиралось перед его глазами. Множество полупрозрачных существ неспешно дрейфовали в толще воды. Жизнь проявила себя во всей красе и многообразии, ни вечный мрак, ни чудовищное давление тому не помеха. Ученые уже выделили несколько совершенно неизвестных науки видов существа, найденные в Марианской впадине, оказались не похожи ни на одни из существующих организмов. В настоящее время исследователи анализируют все данные, что удалось собрать Виктору за первый сеанс его погружения. Как знать, может в будущем нас ждет еще больше удивительных открытий? Впрочем, даже огромная глубина не спасет этих удивительных созданий, если человек продолжит загрязнять воды Мирового океана отходами своей жизнедеятельности. Один-единственный пакет не станет угрозой видовому разнообразию, но горы мусора и микрочастицы пластика, растворенные в воде, легко смогут уничтожить столь изолированную от внешнего мира экосистему, и все, что нашли в Марианской впадине ученые, рискует исчезнуть. Но мусор и странные существа не единственная находка исследователей, которые рискнули опуститься на дно Марианского желоба. Правда ли, что на дне Марианской впадины найдены гигантские вирусы? И правда, в 2021 году китайцы нашли на дне Марианской впадины гигантские мимивирусы. Этот вид микроорганизмов обладает самым крупным капсидом из всех известных на сегодня вирусов. Китайская миссия Challenger Deep позволила ученым извлечь образцы более 15 новых типов вирусов, среди которых были и эти гиганты. Несмотря на все опасения, эти микроорганизмы довольно безопасны для человека, нет четких свидетельств того, что они способны вызывать тяжелые инфекционные заболевания. Тем не менее, тот факт, что китайцы нашли вирус в Марианской впадине, говорит о высокой живучести этих организмов. Возможно, в будущем они эволюционируют и станут более опасными, кто знает. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.